Сотрудники Ивановского центра гидрометеорологии празднуют новоселье. Наконец, все структурные подразделения службы будут находиться в одном месте, по адресу улица Арсения, 29. Радостному моменту предшествовала большая работа. Здание, которое является объектом культурного наследия, нужно было ремонтировать. На протяжении нескольких месяцев реставраторы кропотливо восстанавливали фасад и проводили ремонт внутри здания. Сотрудники терпеливо ждали новоселье. И оно состоялось даже чуть раньше намеченного срока. Контракт у нас до 25 декабря. Но, тем не менее, сами понимаете, мы не могли перед самым Новым годом. Мы так-то три недели переезжали. Ну, какие-то нюансы будут доработаны строителями. И будем обживать. Мы очень рады. В этот же день правительство Ивановской области заключило с Росгидрометом соглашение о взаимном сотрудничестве. Помощь специалистов по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды требуется чаще, чем может показаться. Это не только информация об изменениях температуры и уровня загрязнения окружающей среды. Трудно переоценить участие Росгидромета во взаимоотношениях с аграрным ведомством. Потому что, работая в зоне рискованного земледелия, мы постоянно сотрудничаем и используем имеющиеся каналы взаимодействия по поводу чрезвычайных метеорологических ситуаций. И если, не дай бог, случаются какие-то аграрные потери, то при помощи гидромета мы определяем и ущербы, и убытки, и выпадения излишних осадков. Новые направления в работе связаны в том числе и с модернизацией системы погодных наблюдений. Уже в Ивановский центр гидрометеорологии поступили три метеостанции, работающие на солнечной энергии. Они позволяют вести наблюдения без присутствия человека. Они уже у нас установлены, то есть, опять-таки, благодаря поддержке правительства Ивановской области, они работают в Вичике, в Тейково. И третья сейчас у нас должна быть установлена в Плёсе. Ну, вот в свете переездов мы немножечко пока задерживаемся. Ну, тут еще и морозы были, но сейчас вроде немножко погода так будет потеплее. Мы обязательно их установим, потому что приказ Росгидромета мы обязаны выберем. В новом здании у метеорологов появилась и новая специализированная мебель. Позволить себе такую, находясь в арендуемом помещении, специалисты до сих пор не могли. Несмотря на то, что еще не все хлопоты с переездом завершены, ведомство уже ведет прием граждан.